Давай, перематывай, конечно. Только потом не жалуйся, что ничего не понял. Сегодня малыши-виртуозы пошли еще дальше. Паша Акстар и Илья под масками малышей попробуют пройти прослушивание в лучшие музыкальные школы мира. США, Испания и Румыния. А сейчас слушай Пашу, только очень внимательно. Ребята, всем привет, вы на канале Акстар, меня зовут Паша. Сегодня в видосе со мной Илья. Привет. И вы вообще какие-то сумасшедшие, я просто в шоке был. Вы набрали 100 тысяч лайков под прошлое видео слишком быстро. Но я вам обещал, что как только мы набираем 100 тысяч лайков, выходит вторая часть, ну вот это видео. Давайте продолжим эксперимент. Наберем 125 тысяч лайков и выходит сразу же третья часть. Поэтому если вы чувствуете, что вам нравится это видео, просто спускаемся, нажимаем лайк и ждем продолжения. А сегодня мы отобрали для вас лучшие прослушивания, лучшие реакции начнут сегодня США, Испания, Румыния. И вы знаете, как сложно организовать, прикиньте, академии музыкальные других стран. Это же вообще жесть. Кстати, вот в возрасте 12-13 лет меня отец заставлял с ним ездить летом в Волгоград и рыбачить там, арбузы кушать. И у нас постоянно пчелы облепливали. Это действительно очень кстати. Ты молодец. Не зря в видосах участвуешь. Представляете, есть люди, которые думают, что малыш и я это разные люди. Что действительно есть какой-то малыш, который круто играет. И не знают, что я просто делаю вот так вот. И маска на мне, и я просто становлюсь малышом. Но на самом деле это я играю и в видосах участвую. Но те, кто смотрит началку, они-то все знают. Красавчики. Ну все, не будем вас долго задерживать. И кстати, напишите потом, какая реакция вам понравится больше всего. Это очень важно. Мы все читаем, на все отвечаем. Все, погнали. Голодная собака верует только в мясо. Антон Павлович Чехов Точно. Ребят, повторяем за мной. Так, теперь по одному на кассу. Как говорится, голодный человек злой человек. А я хочу, чтобы в моей команде царила гармония. Именно поэтому так важно иногда сделать паузу и просто вкусно поесть. Кстати, ребята еще не заметили, но им вернется 50% кэшбэка с Бигфеста «Вкусные точки». А все потому, что они оплатили товары из меню картой Альфа-Банка. Вы тоже можете успеть попасть на эту акцию. Она продлится до 5 мая. А если у вас еще по какой-то причине нет карты Альфа-Банка, переходите по ссылке в описании и оформляйте ее бесплатно. Там же можете и подробно прочитать про эту акцию. А я буду кушать. Если вы тоже кушаете, приятного аппетита. Испания. Барселона. Итак. Меня зовут Павел. Окей. Расскажи немного о себе. Да, конечно. Меня зовут Павел, и у меня вот такой костюм. Ну, моя мама купила мне его. Для вашего музыкального колледжа. Потому что я читал, что он довольно серьезный. Да. Все верно. Сегодня я собираюсь удивить вас, и вы меня возьмете. Окей, мне нравится. Вижу, ты уверен в себе. Кстати, я хочу играть... На скрипке. Хорошо. Хорошо. Я полагаю, тебе известно о статусе нашего музыкального колледжа. Да, конечно. Я многое читала в вашем колледже. Тогда ты понимаешь, какой уровень нужен, чтобы поступить к нам. На самом деле, это моя мечта. Учиться у вас. Поняла. Но могу я уже услышать, как ты играешь? Да. Смотрите, у меня вот такая прекраснейшая скрипка. Понимаете? Она в душе. Она в моем сердце. Как именно ты начал играть на скрипке? Это довольно интересная история. Слушайте. Просто мы с мамой смотрели по телевизору, как играет Ванесса Мэй. И... Также еще Александр Рыбак. Может, знаете. И я просто очень вдохновился. Это было так классно. И я подсказал моей маме, что я хочу играть на скрипке. Понимаете? Кстати, я еще играю на гитаре. Да, играю на гитаре. Но я хочу играть на скрипке. Это как частичка моего... Сердца. Мне очень нравится твое отношение к скрипке. Я вижу искреннюю любовь и большое желание совершенствоваться. Да. Это один из самых важных законов нашего колледжа. Мы прививаем нашим студентам любовь к инструменту. А не просто учим играть. У меня очень большие надежды на тебя. Да. Ты должен меня удивить. Расслабься и не торопись. Поверьте, я вообще не переживаю. Отлично. Ну, я надеюсь. Кстати, в моей стране... Я профессионал. Оу. Май. Да. Именно поэтому мои родители хотят, чтобы мы переехали в Испанию, чтобы я повышал свои навыки, чтобы я продолжал свое обучение. Прелестно. В вашем музыкальном колледже. Я сыграю для вас Кармен. О, отлично. Обожаю это. Малыш. Я думаю... Я думаю, на сегодня достаточно. Ну, вы все видите сами. Да, я вижу. Ммм... Как бы сказать тебе это попроще? Ну так что мне делать-то? А можешь документы свои отправить или чё? Ну, чтоб вступить-то к вам. Вообще-то... У нас не музыкальная школа. Мы не занимаемся обучением новичков. Это музыкальный колледж. Ну, я понимаю, да. Это было нормально, но твой уровень пока не отвечает нашим стандартам поступления. Мне нравится твоя страсть и любовь к скрипке, но... Тебе действительно нужно закончить музыкальную школу для начала. Ну, моя мама убьёт меня. Нет-нет-нет, малыш. Ну, что ты? Потому что... Я должен учиться у вас точно. И ты будешь. Обязательно. Это просто вопрос времени. Вот и всё. Ты точно справишься? Я в это верю. Но мы уже купили дом. Рядом с вашим музыкальным колледжем. Ох, малыш. Это... Это действительно непростая ситуация. Понимаете? Я... У меня нет выбора. Я должен учиться уже у вас. Это наше правило. Мы не можем брать новичков. А мой костюм? Он никуда не денется. Ты обязательно наденешь его, просто чуть позже. Нам пора прощаться, малыш. Меня ждут следующие прослушивания. Я желаю тебе больших успехов в твоей новой музыкальной школе. И буду ждать нашей встречи на новом прослушивании. Не расстраивайся из-за этого, хорошо? Но я думал, что вам очень понравится. Дело не в том, что мне не понравилось. Я очень надеюсь, что ты это поймёшь. Но мне действительно пора бежать, окей? Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс. Прости, малыш. У меня есть другие инструменты. У меня прям совсем нет времени. Вот, я на гитаре играю и на барабанах, например. Я бы очень хотела, правда, но... Хорошо, ну всё, последний шанс. Просто одна минутка. И всё. Всё, одна минутка. Окей. Показывай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты только что чуть не скрыл от меня свой невероятный талант. Это именно то, что я ожидала увидеть вначале. Это оно. Ты настоящий гитарист. Зачем ты играл на скрипке вначале? Понимаете, скрипка, она подходит к моему костюму. Но это же не главное. Важно показать то, в чем ты хорош. Представь, что было бы, не услышь я твою игру на гитаре. Ты же потерял бы свой шанс. Ребята, решил с вами откровенно поговорить. Вам же нравится, как я играю на гитаре, если вы смотрите эти видео? Так вот, я решил делиться своими знаниями и хочу, чтобы ты тоже научился играть на гитаре круто. Тем более, мы уже все сделали, все придумали. Берите ручки, записывайте. С вами уже совсем скоро, 27, 28 и 29 апреля, я проведу бесплатные онлайн мастер-классы из любой точки мира, где я буду учить вас играть на гитаре. Причем вы своими руками уже сыграете свое первое произведение. Поверьте, это просто невероятно круто. Все, что требуется сейчас, это найти гитару на эти три дня. Можно арендовать где-то, можно попросить у знакомых, я уверен, у кого-то точно найдется гитара. Или, наконец, купить, потому что я уверен, что тебе понравится и ты решишь продолжить. Тем более, у меня за спиной уже некоторое количество мастер-классов и я уверен, что грядущий будет самым лучшим. Поэтому на этом легендарном событии обязательно нужно присутствовать и научиться уже играть на гитаре. Все, ссылочка в описании, обязательно регистрируйся на мастер-класс, я тебя буду там очень сильно ждать. И вставь будильники, таймеры, напоминания, чтобы не забыть. Все, жду тебя на мастер-классе, будущий гитарист. Соединенные Штаты Америки, Калифорния Ай, извините, вы меня слышите? Здравствуй, да-да, я тебя слышу. Меня зовут Илья, и я хочу поступить в вашу школу. Отлично, меня зовут Грейс. Я представляю Калифорнийский музыкальный колледж. Привет, Грейс. Я вижу, ты немного напряжен. Все хорошо, расслабься. Для нас немного необычно собеседовать абитуриента по скайпу. Мы так обычно не делаем. Извините. Будь здоров. Как я поняла, ты у нас виртуоз с большим опытом. Не такой уж большой опыт у меня, но что-то я могу сыграть для вас. И что же ты играешь? Некоторые популярные песни, я люблю The Weeknd. Мы как раз в поиске молодых талантов, так что если мы сработаемся, ты станешь настоящим профессионалом. Ты играешь только на гитаре? Я играю еще немножко на барабанах, но я ненавижу их. Я ненавижу барабанах. О, это нормально. Я тоже недолюбливала скрипку, когда была примерно в твоем возрасте. Меня так сильно заставляли заниматься, что я до сих пор ее ненавижу. Так что я тебя понимаю. Окей. У вас очень красивая улыбка. С чего? Хорошо. Давай посмотрим, что ты для меня приготовил сегодня. Так, хорошо. Так, сейчас я попробую для вас сыграть мою любимую песню The Weeknd, если вы знаете, что это. Окей, начнем. Ой. Эм, хорошо, хорошо. Все в порядке. Спасибо. Не продолжать? Нет-нет, этого... этого достаточно. Значит, я уже принят. Эм, зайчик, тебе надо еще попрактиковаться. В вашем колледже? К сожалению, не в нашем колледже. Не может быть. Вы не хотите меня брать. Пока не могу, малыш. Я знаю, я знаю, у меня есть эта идея. Я... Мне кажется, вы просто не любите The Weeknd, да? Он, типа, какой-то скучный, да? Я... Я могу сыграть для вас другую песню. Мне кажется, ему понравится. Нет, я уверена, она ему понравится. Ой, спасибо, спасибо большое. Не, братан, не так. Это какая-то хрень. Что с твоей левой рукой? Вот так ее поставь. Вот так. Что ты здесь делаешь? Я на аудировании. Ты что, не видишь? Окей, чувак, я тебе помогаю. Вот так левую руку поставь. Смотри, правая рука, вот ее вот правее двигаешь. Понял? И потом, смотри, ставишь сюда палец и хаммерон пулов. Хаммерон пулов. Хаммерон пулов. Ой, ты что, тупой? Хаммерон и пулов, и потом на первый лад ставишь, понял? Давай, на первый лад, понял? Я извиняюсь, это мой брат. О, боже мой. Чего? Ну, неправильно играешь. Сюда поставь. Я не так хорош, как ты. Ты старше меня. Ай, играй давай. Не хочу уже. Ой, надоел, дай мне. Это вообще легко. Гитаров для глупых. Видишь, ничего сложного. Почему ты не можешь это сыграть? Почему ты тупой у меня? Да хватит. Что хватит? Хватит уруинить мое собеседование. Это мой шанс. Это мое время. Это моя покойка. Окей, замолчи. Окей. Вообще легкотня. Субтитры сделал DimaTorzok Д Straight Out Блин, еще и ей нравится. Вау, это было хорошо, чертовски хорошо Мы бы с удовольствием предложили им... Извините, я вас не слышу Что это вообще? Вы уверены? Что? Да Скажи мне, что это? Ничего До свидания Что это? Да, я вас слышу Ты просто отлично играешь Спасибо Не хотел бы отправить заявку в Калифорнийский музыкальный колледж? Это прослушивание в Калифорнийский музыкальный колледж? Да Почему ты не сказал мне, что ты хочешь туда поступить? Я хочу, чтоб ты... Калифорнийский музыкальный колледж? Что? Да О, спасибо Но, но на самом деле... Но, нет, я не хочу играть на гитаре вообще Я думаю, что гитара какая-то глупость Не говори так Что? Я хочу быть как мой папа Мой папа электрик Я буду электриком Это настоящая работа А музыка это какая-то глупость для таких, как он Музыка это бизнес Это настоящий бизнес Я не хочу, спасибо До свидания Я извиняюсь за него Он безалаберный, несносный, русский мужеланд Из своего отца Яблочко от яблоки Недалеко упало Так что начать от меня? Амм... Пока что нет Мне очень жаль Я не могу принять тебя в колледж Почему? Тебе еще многому надо научиться Вы хотели взять его Но вы не хотите брать меня? Да, твой брат, он... Он, ну, просто потрясающий Но в нем вообще ни капли уважения к музыке Мне жаль Очень жаль Возможно, у тебя получится Переубедить брата Подать заявление Я попробую Но мне кажется, он наитупейший человек вообще на планете Калифорнийский колледж Это место, куда сотни тысяч людей хотят поступить Но мой брат, это настолько тупой человек Что я не знаю кто Он хочет быть электриком Как его отец Как мой отец Но он очень талантлив Я не знаю Он турецкий кусок электрика Если ты сможешь повлиять на него Я буду очень признательна Я не хочу, чтобы ты расстраивался, окей? Тебе просто нужно побольше практики И может пробовать еще раз в следующем году Вы знаете, как много раз я это слышал Оклахова Массачусетс И сейчас Калифорния Румыния Бухарест Здравствуйте Привет Привет Привет, мальчики Привет Так Я вижу, что вас двое А я ожидала увидеть только одного Да Смотрите, в общем Это мой дружбан Да, я просто его брат Ну да Ну, то есть не настоящий брат Хорошо А это же братишка Поняли? Итак И кто из вас хочет поступить к нам? Я сейчас все объясню В общем, смотрите Я гитарист А он барабанщик Окей Мы хотим поступить в вашу музыкальную школу только вместе Или вместе, или вообще никак, извините Да Поняла Ну, тогда мне нужно послушать каждого из вас И потом Мы И потом я могу сказать Я скажу даже больше Я скажу даже больше Мы играем вместе Оу Окей Это интересненько Мы уже, на самом деле, играли много концертов в нашей школе А, серьезно? Окей Помолчи Это звучит круто Угу Хорошо Ну что Я желаю вам удачи Я готова послушать вас Да, мы не новички Я, на самом деле, играю уже где-то Где-то два года Да? Два года, хорошо Да А он играет Ну-ка, сколько ты играешь? Хе Эм Сколько играешь? Сколько я играю? Я играю на барабанах Примерно Десять лет Оу, круто Ты уже профи? Не ври Давайте Он Он не играет десять лет Он маленький врун Ой, правда? Он играет один год максимум Правда? Да О, кошечки Не ври Взрослым Это правильно Мои родители сказали мне Не ври взрослым Да Это правда Послушай своего брата Да На самом деле, в музыке очень важно быть честным Да, извините Я просто хотел вас удивить Я просто хотел вас удивить Ты должен удивить своим скиллом, братан Хорошо Я постараюсь сделать всё, что могу Лучше удивить своим умением Ладно, давай покажем ей Давайте, зажгите Окей, погнали Окей Блин, на самом деле мы немножко переживаем Потому что уже в четырёх музыкальных школах в Бухаресте Нам уже сказали, типа, мы должны заниматься больше Или типа того Поняла Не знаю даже, что и сказать Я не могу вам ничего обещать Всё зависит от вас Ладно Ладно Конечно, я всё понимаю, да Ну что, погнали Мальчик, ты чё тупишь? Ты куда стучишь вообще? Так играется Так играется Играй нормально, не тупи Извините Соберитесь, мальчики Ещё разок можно? Нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Извините, можно ещё разок попробовать? Мы вообще готовились Мы так долго готовились Но что-то не так пошло И мы очень разволновались, блин Всё хорошо, всё хорошо Это было довольно круто Это звучало довольно хорошо И у вас хороший потенциал И я готова пригласить вас в нашу школу Мы сможем поработать над вашей техникой Чё? Чё она сказала? Стойте Стойте Вы что, хотите взять нас? Да, я хочу вас взять Вы классные И наши учителя смогут обучить вас И вы будете играть ещё круче Вау Это очень крутые новости Хорошо Я... я... Мы так счастливы Немножко удивлены Мы просто немножко удивлены Потому что мы готовились очень долго И сейчас мы, конечно, понимаем Что мы сыграли очень-очень плохо Мы думали, что вы просто закончите разговор Или скажете, что мы худшие вообще В мире вообще Конечно, нет Вы звучали хорошо А, извините, а можно мы ещё раз попробуем? Да, мы просто хотим Мы просто хотим показать, как мы реально можем Да Да, конечно Как хотите Просто понимаете Нам нужен симбилдинг Да Хорошо Нам нужен хороший настрой Избойца от стресса Конечно, без проблем Ну, сейчас ты готов? Я готов как никогда Тогда сядь и покажи мне, на что ты способен Садись и показывай, как ты умеешь играть, как в последний раз в жизни В этой грёбанной жизни Да Погнали Вы готовы? Да Камон Да Благодарю! Благодарю! До новых встреч! Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok На пламенах твоих поцелуях Всё дело в том, что дочь ничем не рискует А я боюсь, что потерял тебя Я невозможно скучаю Я очень болен, я почти умиряю А где ты ничего не узнаешь А я боюсь, что потерял тебя О боже Это было нереально круто Я даже не знаю, что сказать Я... я очень удивлена Это было гораздо круче, чем в первый раз Да, мы просто понимаете тимбилдинг, все дела О боже Сейчас... сейчас я уверена Я хочу видеть вас в нашей музыкальной школе Это невероятно Вы крутые мальчики Да, я немножко пел, кстати, если заметили Да, у тебя классный голос Так это что получается? Что как только мы переедем в вашу страну Можно сразу же прийти к вам и записаться? Да, конечно Ну что, как тебе видео? На одном дыхании посмотрел Затянили? Шуточку Кто смотрел началку, тот понял В общем, ребята, кстати Хочу с вами еще поговорить Такая важная тема Хочу становиться к вам ближе Потому что вот мы заперты В этих... в рамках ютуба Вы привыкли к моему образу И не знаете, какой я на самом деле Давайте делаем так Я в телеграм-канале в своем Выложу пост знакомства Вы там пишите о себе Задавайте вопросы Я буду на все отвечать И будем вот так с вами общаться Ну и еще там много всего интересного есть Обязательно зацените Ссылочка на телеграм-канал в описании И не забывайте, ребята 125 тысяч лайков И выходит продолжение этого видео Надеемся, вам эта рубрика нравится И вы знаете Единственное, что от вас нужно Это просто ваш лайк Да